Всем привет! Это краткий пересказ фильма «Еще одна из рода Болейн». Приятного просмотра! Англия. Начало 16 века. Маленькие сестрички Анна и Мэри Болейн играют со своим братом в поле, а их родители уже планируют, за кого бы их было бы выгоднее отдать замуж. Прошли годы, и под венец первой идет младшая сестра Мэри. Джордж и Анна поздравляют ее с этим радостным событием. В то же время супруга короля Генриха VIII Екатерина Арагонская родила мертвого ребенка, о чем сразу же доложили его величеству. Мэри веселится и танцует со своим мужем Уильямом Кэрри, за которого она вышла по любви, а не по расчету. А вот расчетливая Анна засмотрелась на наследника самого богатого землевладельца страны Генри Перси. Из дворца приезжает дядя сестер Томас Ковард и предлагают зятю их отцу поскорее подложить под короля какую-нибудь родственницу. Ведь горе Генрих будет переживать в объятиях любовницы. По мнению Тома Болейна, лучшей кандидатуры Чимана им не найти. Она девушка чистолюбивая и простой брак, как у сестры, ей не нужен. Мэри готовится к первой брачной ночи и обещает рассказать Анне, как все прошло. Отец и дядя делятся с Анной планом, как она может помочь семье получить несметные богатства и высокое положение в обществе. Причем ей стоит поторопиться, скоро вся знать начнет предлагать королю своих дочерей. Девушка переживает, что так может пострадать ее репутация, но Томас ее убеждает, что когда она надоест королю, ей будет легко выйти замуж за герцога или маркиза. Он уже договорился о визите Генриха в поместье Болейнов, а мать Анны переживает, что дочь не осознает, на что она подписалась. На следующее утро Мэри делится своим первым любовным опытом. Анна же рассказывает сестре, что будет соблазнять самого короля. Через два месяца Генрих Восьмой прибывает со своей огромной свитой. Крестьяне разбегаются в стороны, а повара ускоряются. Короля встречает все семейство, а он тут же принимается заигрывать с Анной. Во время обеда их посадили рядом. На следующий день запланирована охота. И хотя это не принято, девушка едет на лошади самостоятельно, ни за кого не держась. Закончилась охота непредсказуемо. Устремившись за Анной, которая преследовала оленя, король свалился во враг. И теперь его раненого везут на носилках, но главное было уязвлено его самолюбие. Залечивать раны короля послали спокойную и кроткую Мэри. Повеселевший Генрих интересуется, не будет ли против ее муж, если он вызовет их из поместья в свой дворец. В общем, план удался, правда с другой, замужней сестрой. После отъезда короля Мэри сообщает, что ее сделали фрейлиной королевы. Мужу там тоже нашли место, в тайном сообществе. Сохранение супружеской верности кажется больше беспокоит девушку, а не ее благоверного, хотя вряд ли кто-то вообще интересовался его мнением. Анну берут во дворец в довесок к Мэри. Она обижена на сестру и не понимает, как та смогла околдовать короля всего за полчаса. Королеву знакомят с ее новыми фрейлинами. Анна все понимает и издеваясь, заставляет Мэри ей спеть. Дворянка Джин Паркер ее успокаивает и убеждает, что у королевы на самом деле доброе сердце. Сама девушка положила глаз на ее брата Джорджа Болейна. На балу компанию Мэри составляет слуга ее отца, Уильям Стаффорд. А когда к ней подходит король, он произносит всего одно слово – сегодня. Уильям сдерживает слезы, а Анна сдерживает злость и помогает сестре с ее вечерним туалетом. Смущенная Мэри входит в покой короля и сразу остается в одной сорочке. У Генри язык подвешен хорошо и он быстро расслабляет и располагает к себе девушку. Говорит, что понимает, каково оно всегда быть в тени старшего ребенка. Мэри ему отдается и не жалеет об этом, ведь любовник из Генриха получше ее мужа. С утра пораньше Мэри доставляют к дяде, и она в подробностях рассказывает об их с королем Саитии. Томас воодушевлен, его планы уже куда масштабнее. Мэри вполне может родить наследника престола. А тем временем Анна тайно выходит замуж за Генри Перси, хотя он уже и был обручен с другой. По этой причине плана она стать графиней проваливается. Томас Ховард, не последний человек при дворе, отправляет графа к своей невесте, Анну в ссылку аж ко двору короля Франции. Такой скандал мог навредить их планам насчет Мэри и Генриха. Отцу об Эфирианны рассказала Мэри, чем вызвала ненависть своей сестры. Мать советует Анне обучиться у французских придворных дам искусство обольщения, чтобы в дальнейшем добиваться своих целей. Ночи, проведенные в или короля, дали о себе знать. Мэри беременна, Генри воодушевлен, а его жена этой вестью опечалена. В связи с этим отец Мэри получил титул графа, а брат Виконта. Кроме того, семья получила ряд субсидий и поместьй. Правда, Джордж радовался недолго. За него уже решили, что он женится на Джейн Паркер, которая ему, мягко говоря, неприятна. Мать также не весела, потому что понимает, что покровительство короля – это штука хрупкая и ненадежная. Вскоре Мэри чуть не лишается ребенка, и придворный врач решает, что ей нужно уединиться. Комнату девушки превращают в клетку, но главное, ее перестает навещать король. Поэтому, чтобы не терять свое влияние, родственникам снова нужно искать ему любовницу. Том Болейн снова предлагает свою дочь Анну. Якобы за последние месяцы она серьезно поработала над своим строптивым характером. Довольно скоро после возвращения из Франции Анна Болейн обращает на себя внимание Генриха. Она высмеивает французского короля и при этом восхваляет Генри, называя его настоящим мужчиной. Ее язык стал намного острее, и кажется, король уже готов забыть о старой обиде. А вот Мэри, узнав о возвращении сестры, совсем опечалилась. У Джорджа тоже неладно. Он не желает делить ложе со своей супругой. Анна пользуется любым случаем, чтобы пококетничать с королем. Девушка в полной мере воспользовалась светом матери. Временами она его игнорирует и даже отказывается принимать дорогие подарки. Только сейчас она навестила Мэри и то только для того, чтобы поиздеваться над ней. Все это время Анна в своих неприятностях винила именно сестру. Ей сейчас наплевать, что Мэри по-настоящему влюбилась в Генри. Фрейлина отказалась от очередного подарка, и это не на шутку разозлило короля. Анна якобы оскорблена, сестра носит ее ребенка под сердцем, а он одаривает ее. Хитрая Лиса настолько извела мужика, что он думает только о ней. И при этом девушка даже не позволяет поцеловать себя. Наступил долгожданный день родов. Король ожидает под дверью, но сразу же отвлекается на Анну и спрашивает, есть ли у него шанс. Пока ее сестра страдает, Фрейлина продолжает плести паутину, в которой все больше путается Генри. В итоге он обещает ей больше никогда не спать с Мэри и даже говорит с ней. Наконец страдания девушки окончены, и она родила мальчика. Но даже рождение долгожданного сына наследника не вразумляет короля. И он игнорирует мать своего ребенка. Томас ховрит в гневе, ведь король из-за Анны отвернулся от сына, которого ему подарила их семья. Мало того, она уже подговорила короля отправить сестру с бастардом в деревню. Она с удовольствием сообщает об этом сестре лично, а также делится планами сесть на трон и родить королю уже не бастарда, а законного наследника. Пока король катает Анну на лошади, Стаффорд помогает Мэри грузить вещи на карету. Отдаваться королю интриганка не спешит. Следующая на выход – королева Екатерина. В истерике Генри требует от подданных найти способ избавиться от нее. И вот королеву уже отправляют в монастырь. Но и этого оказалось мало Анне. Она требует расторжения брака. Если он сделает девицу своей женой, вот тогда-то она ему и отдастся. Тем более, королева уже не способна выносить ребенка. Все, казалось бы, идет по плану, но Мэри Телбот, жена Генри Перси, потребовала расторжения брака, потому что его брак с Анной был консумирован, то есть закреплен в постели. Король возвращает во двор скромняшку Мэри, но только для того, чтобы узнать, действительно ли она спала с Перси. Из всей хитрой семейки Болейн он доверяет только ей. И Мэри ему лжет. Она сделала это ради примирения с сестрой. Она ей очень благодарна и уговаривает остаться при дворе. Ради удовлетворения своей похоти Генрих VIII подговорил епископов осудить их брак с королевой. Дело в том, что Екатерина несколько месяцев была замужем за старшим братом Генриха. Пока тот не умер, а значит, по каноническому праву, она как бы была сестрой Генриха. А это вполне себе повод признать их брак незаконным. Не мог же он жениться на своей сестре. Екатерина Арагонская согласна на суд, но только в том случае, если судьей будет сам Папа Римский. Если же король разорвет их союз без участия Папы, то он разорвет их связь с католической церковью. Екатерина пытается вразумить мужа, ведь своими действиями он изолирует Англию и подводит страну гражданской войне. Но король уже принял решение и королеву уводят гвардейцы. А он врывается к Ане и грубо берет то, ради чего всем пожертвовал. А вот с Мэри, по ее словам, он в свое время был очень нежен. Наконец Генрих женится на Ане Болейн. Она стала королевой Англии. Правда, победа вышла горькой. Народ собрался под замком, кричит и обзывает ее ведьмой. Им нравилась добрая королева Екатерина. В коридоре к Мэри подбегает Стаффорд и сообщает ей, что больше не будет служить ее отцу и собирается покинуть дворец. Уильям собрал денег, которых хватит на небольшой земельный участок и предлагает Мэри уехать вместе с ним, но получает молчаливый отказ. К слову, к тому времени первый муж Мэри, Уильям Кэрри, скончался от загадочной болезни под названием английская подливая горячка. Через какое-то время Анна родила ребенка, но увы, это была девочка, которую она назвала Елизаветой. Пока королева вынашивала ребенка, Генрих уже закрутил роман с другой придворной дамой, Джейн Сеймур. Девушка лишилась сна и находится в постоянном стрессе, ведь все, что от нее требовалось, это родить мальчика. Она закатывает мужу истерики, родственникам признается, что по ночам уже не возбуждает его. Но спустя какое-то время Анна снова в положении. Томас Ховард понимает, что если с беременностью опять не заладится, то тогда сгинет весь род боленов и те, кто с ним связан. Поэтому заключает союз Джейн Паркер. Анну мучают ночные кошмары. Она посылает слуг за братом и сестрой, а затем осознает, что у нее случился выкидыш. Анна истерит и требует, чтобы родственники избавились от мертвого тельца. Королева не признается Генри, что лишилась дитя, но изучать другое уже не получится, так как король больше не ляжет с ней в постель, чтобы не навредить ребенку. Безумная женщина требует возлечь с ней родного брата, Джорджа, ведь это ее последний шанс. Искрипя сердцем, он соглашается. Об этом узнает Джейн Паркер. Лежа на кровати в одной сорочке, Джордж все же отказывается от грешной затеи. Шокированная такими делами Мэри, быстренько собирает вещи и покидает зам, как раз в тот момент, когда Джейн приходит к королю. Утром Генри называет жену ведьмой и приказывает стражи схватить ее. Джорджа также арестовали и кинули в темницу. Анна предстала перед судом. Среди судей ее дядя Томас Ховард, а также несостоявшийся муж Перси. Королеву обвиняют в кровосмешении и попутно в том, что ее соблазнил дьявол. По словам Анны, она испытывает к Джорджу исключительно сестренские чувства, но все судьи единогласно признают ее виновной. Под крики крестьян Джорджа ведут на Ашафот и грубо кладут его голову на плаху. Его молитву прерывает палач, который без лишних приготовлений отрубает мужчине голову. Как можно скорее во дворец прискакала Мэри и умоляет короля пощадить ее сестру и тайком отправить в ссылку. После ей позволили встретиться с Анной. Мэри ее успокаивает, потому что король дал ей слово пощадить ее. И все же Анна просит сестру позаботиться о ее дочери Елизавете. На казни королевы присутствует только молчаливая знать. Анна сдерживает слезы и пытается держаться с честью. Во время своей речи она говорит о великодушии Генри. И в этот момент Мэри передают записку. Король готов пощадить, но пощадить Мэри за ее дерзость явиться к нему ко дворцу со своей просьбой. По лесу сестры Анна понимает, что ее время пришло. Она снимает головной убор и оголяет шею. Слезы катятся ручьем, один взмах мечом и голова Анны Болейн покатилась по эшафоту. Мэри вернулась в замок и забрала у матери маленькую Елизавету. Опозоренный Томас Болейн умер два года спустя. Томас Говард вскоре был заключен под стражу. В дальнейшем его сын, внук и правнук были казнены за измену. Мэри вышла замуж за Уильяма Стаффорда. А сильным наследником, о котором так переживал Генрих, стал не мальчик, а рожеволосая дочь Анны, Елизавета, которая правила Англией на протяжении 45 лет. Если вам понравился фильм «Одна из рода Болейн», поддержите ролик лайком, подпишитесь на канал Short Films. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok